итак всем привет давайте сейчас рассмотрим как можно рассчитать азимут светила а вернее планеты марс по двум книгам браунского альманаку и таблицам норрис вот перед вами условия то что мы им взяли предположительно взяли пилинг самом деле мы взяли пилинг на самом деле вот но условия такое что вот 4 апреля 2010 года в во время 04 27 7 ю тиси да то есть гринническое время в широте и в долготе вы видите какой итак смотрим вот он перед нами две книги опять же повторяю что делаем уроки так что не будет взаимосвязь с предыдущим уроком поэтому некоторые штуки будут повторяться уж простите эта книга пересдается каждый год это не придется каждый год поэтому эту книгу если на новый год вы на судне можно если повезет зацапать себе эту книгу перезаказывают очень редко вот она уже такая вся пошарпана но не в этом дело мы начинаем с чего с браунского альманак открываем тут очень много всего но что нас сейчас интересует это то что есть и вот на весь год всякие данные после того как мы пролистнем весь год есть вот эти вот поправки ну в принципе мы на этом и останавливаемся на данный момент на этих расчетах мы открываем 4 апреля 4 апреля и естественно что мы делаем мы приближаем чтобы было что-то видно 4 апреля у нас разворот разворот делится на две страницы естественно делится вот слева у нас для звезд то есть вот для точки овна и планет справа для солнца и для луны вот ну вот теперь мы уже изучаем левую половину одна страница делится на три дня вот они раз два и три вот и вот четыре планеты основные которые видимы нормально такие для в навигационных вычислений и что мы делаем нужен марс нужен марс обращаем внимание что у марса склонение изменяться не так часто поэтому есть перенос это мы еще поменем и вот внизу есть поправки вот здесь вот в и д для числового угла и для склонений они не большие но мы их будем учитывать так к этому как положено в общем вот перед нами страница сканированная специально сканировал браунского альманако и нам нужно 4 апреля да то есть вот оно все 4 апреля вот здесь вот но что именно нам нужно 4 апреля нам нужен марс вот мы обращаем внимание только на этот столбик в этот день а что именно нам нужно этого дня нам нужна поправка за часы а именно 4 часа и тисе мы сказали 4 часа вот так отличненько значит запоминаем то что у нас глинический часовой угол в 4 часа ровно 125 градусов 48 и 6 а вот склонение у нас северная 22 потому как вот это суда переходит естественно и минуты 0 5 и 1 10 и сразу же обращаем внимание что здесь еще есть для марса вот вот эти вот поправки их мы обязательно тоже внесем и внесем первую очередь 1 и 8 и 0 и 2 возвращаемся к нашей таблица значит вносим в у нас 1 и 8 вот а д у нас 0 2 0,2 0,2 0,2 то есть 4 часа и равен 125 градусов 48 и 6 минут ну и склонение естественно да давайте сразу запишем склонение она у нас северная 22 градуса и 0 5 и 1 десятая минут значит так поправки теперь нам нужно учесть поправки во первых поправки для 27 минут и 0 7 секунд то есть это вот уже вот видно можно посмотреть вот здесь вот ну и вот эти вот поправки учитываются тоже вот здесь вот то есть в коррекшен и как и мы закончили вот с разворотом на наш день и теперь перелистываем весь год да то есть вот так вот перелистываем весь год и выходим на вот инкременты и поправки я все это вообще называю поправки ну как все равно это все все есть поправки нам нужно 27 минут вот 27 минут разворот до 2 страницы 4 минуты 24 25 26 и 27 нам нужен 27 то есть только вот эта часть вот и что нам нужно именно здесь именно планеты потому как есть помимо планет еще солнце овен овен и луна смотрим что у нас вот на 27 минуту нам нужно только вот только планеты ну солнцем одно и то же поэтому уже от этого никуда не деться и что еще необходимо 7 секунд до то есть мы берем здесь вот так допоминаем 6 46 и 8 и поправки поправки в и d какие у нас поправки у нас в тины 8 значению 18 соответствует 0 8 то есть восемь десятых минуты а соответственно вот d вообще очень маленькая ну что делать будем писать как есть возвращаемся к таблицам записываем что вот наша поправка за минуты и секунды ну давайте сразу напишем в в у нас 0 8 вот ну а d соответственно вообще там еще меньше теперь проводим просто алгебрическую сумму до что у нас тут получается 8 2 , 1 в уме даже 2 в уме 6 вот здесь смотрим что у нас здесь как бы 4 4 8 и 9 а это у нас идут уже минуты то есть у нас не может быть больше 60 то есть мы записываем 30 и переносим уже в градусы а в градусах здесь будет 2 и 13 то есть 132 3 за 6 2 но здесь совсем просто и и хорошо что просто правильно по поводу долготы долгота если восточная то есть и страна у нас прибавляется если западная как у нас west но сейчас укажем то отнимается вот из-за того что west мы ее отнимаем у нас что тут 0 29 0 7 и 1 и опять же что отнимаем просто отнимаем что мы получаем 29 и 1 здесь 103 все на этом наша табличка заполнен то есть мы получили то что нам нужно вот нам нужен вот этот вот местный часовой угол планеты да и склонений теперь мы будем разбираться с таблицами норриса таблицы норриса тут тоже очень всего много интересного если рассказывать очень большая запись получится верно я будем делать как это уже совсем когда отдельно от всего наверно сделаем есть такое в планах ну посмотрим мы сейчас и будем разбираться только с таблицами abc так называемые или abc их по-русски называют ну это уже не важно вот вот эти вот таблицы table a, b то есть сразу видите что вот попадаются здесь вот значения ну буквы a и b все это наше это то что нам надо вот что нам нужно мы заходим сюда с часовым углом то есть выбираем вот здесь хочу обратить ваше внимание что вверху идут значения потом вот ниже потом внизу и вот это то есть вот одна колонка соответствует четырем целым часовым углам вот поэтому нам надо посмотреть в какой стороне находится наш число угол 103 градуса то есть у нас то три двадцать девять и один но так больше ближе к стат статрем то между в принципе но смотрим ищем 103 103 где у нас 103 так вот здесь у нас то три вот так хочу обратить то же внимание что у нас разворот на развороте то есть две страницы и слева и справа одни и те же часовые углы но здесь таблица а здесь б в эту таблицу мы заходим с широтой в эту со склонением и это написано это никто не перепутать здесь написано летит ют дед написан деклиней шин здесь также есть правило что значение вот это а получено оно именуется противоположно широте за исключением случаев когда часовой угол между 90 и двухсот семидесяти градусов кстати у нас наш случай вот здесь написано что б б и она всегда также именуется как и склонение смотрим вот наша таблица а то есть вот левая страница можно сказать но у нас значение наше нашего число угла внизу поэтому мы вот так вот снизу начинаем 103 а наша широта 41 ну давайте что мы делаем делаем все просто мы заходим вот нам нужно значит эта колонка вот а наша широта 41 причем тоже 41 еще и 20 на и 9 десятых минут вот вот но опять же мы смотрим как мы смотрим здесь и смотрим на то что если бы ну вот если вот 103 у нас мало то что все идет большую сторону смотрите и 41 41 на 42 в большую сторону но здесь интерполировать нечего и здесь со 103 к 104 потому что у нас тоже между 103 и 104 почти наполовину то есть можно проинтерполировать здесь и получить 0 21 так мы записываем нашу таблицу 0 21 и так как у нас значение число угла 103 то есть между 90 и 270 у нас так также остается то есть северная как и широта таблица b тоже у нас нужно 103 только наше склонение уже 22 так как бы сделать так поудобнее наверное надо еще будет уменьшить масштаб вот так вот так потому как не видно не достает до 22 до склонения заходим в нашу таблицу с часовым углом 103 и со склонением 22 22 получаем 0 42 тут уже смотрите тут уже 0 42 и 0 42 здесь уже нечего интерполировать поэтому и не надо и хорошо и так как у нас склонение северное то ну северным и остается значение значение b опять же алгоритмическая сумма опять же у нас одноименные получаются ну что делать значит просто прибавляем получаем 0 60 3 северный теперь нам нужно переходить перейти к таблицам ну к таблице вот мы закончили здесь таблицами а и б и когда вы пролистываете таблицы а и б вот здесь вот пролистываете наконец-то вот эти вот высокие широты вот таблица си таблица си вы можете видеть и нам нужно значение 0 63 то есть мы смотрим где 0 63 здесь уже нет разделения на две половины здесь идет все подряд да вот так сюда где там вот 0 63 0 63 нет она между 0 62 и 0 64 ну где-то придется наверное как-то что-то что-то придумать взять посередине ну заходим с широтой написано да широта вот вот наша сканированная таблица си и то есть нам надо 0 63 то есть где-то между этими двумя значениями вот так вот мы сюда заходим и нам еще необходимо широта широта у нас 41 41 давайте сюда вот смотрите нам нужно взять посередине посередине причем как посередине ну смотрите что тут разница какая 7 да 7 единиц ну возьмем давайте ну давайте 64 с половиной вот 64 с половиной отлично вот наше значение азимута значение азимута это 64 давайте запишем где-то ответ где-то здесь сбоку что наш азимут равен 64 с половиной градуса но это четвертной счет вот ну пожалуй давайте уже не будем возвращаться к непосредственно к этим вот где там находится в начале то есть в начале таблиц норриса есть пример где расписываются практически все возможные результаты с часовым углом и с значением си что хочу сказать что вообще чтобы перевести из четвертного счета азимут круговой у нас зависит от двух компонентов от си и от часового угла я покажу как я пользуюсь быстро чтобы не искать я черчу что-то типа круга вот так вот четвертной счет север юг запад восток потом что мы делаем у нас север то есть мы откладываем точечку здесь а LHA то есть часовой угол у нас справа в правых четвертях где-то ну не скажем где-то здесь не важно в принципе то есть нам нужно идти вот вот сюда это будет означать что наш часовой вот извините наш азимут будет равен 360 градусов градусов минус вот это значение то есть мы подставляем то есть у нас получается что азимут норд-вест четвертного счета то есть так и пишем что у нас норд-вест а в круговом счете азимут будет равен 360 минус 64 с половиной это будет 295 и 5 градусов давайте скопируем чтобы было красиво вставим сюда можно вставить сразу сюда вот так ну вот и все опять же напоминаю что у нас есть замечательное правило для того чтобы узнать наверняка какой знак у поправки гирокомпаса у нас правило такое что истинный пеллинг я в каждом уроке по-разному пишу потому что ну я не обращаю внимание на вот эти буквы если честно ну вот я просто знаю что истинное значение будет равно допустим там взятому пеллингу или гирокомпасного пеллингу неважно плюс поправка то есть если у нас если мы взяли пеллинг насветило 295 даже если вы взяли не знаю у вас была у вас качало сильно например ну сложно было взять там пеллинг ну и взяли вы там вообще где-то там 294 например 294 то есть у вас где-то будет полтора градуса со знаком плюс потому как истинное значение у вас больше вы отняли от истинного значения взятый пеллинг вот ну потом когда уже перестало качать опять взяли посмотрели что нет такой большой ошибки в репитере гирокомпаса так что успокоились и все в порядке вот мы только что рассмотрели как рассчитывать азимут планет вернее планеты марс ну и как в принципе из нее из этого рассчитать поправку гирокомпаса и использовали в наших расчетах две книги браунский альманак и таблица норрис надеюсь что все достаточно понятно и что вопросов в этом направлении возникать не будет вот что есть Продолжение следует...